А богатая она даже из одной этой тряпки. Вот смотрите, как неправильно, как неправильно наклон язычка давит на иголку. Видите, под каким углом? А должен под 90 градусов. То есть он как бы заставляет иглу перекашиваться на бок, ребят. Ну что, друзья, хочу показать вам еще один интересный случай из моей практики. Давайте посмотрим. Вот так вот, ребят. Вот так вот бывает, представляете? И машина вся черная, обратите внимание, вся черная машина. То есть мало того, что коллектор выхлопной секет, еще и смесь сумасшедшая богатая. А богатая она даже из одной этой тряпки. Друзья, то есть она не пропускает. Это как на лицо вам тряпку. Не тряпку, а какой-нибудь пластмассовый целлофан. Вот почему она задыхалась, почему и мяло ее. Это мяло ее... Воздухом. Хорошо сосет, сволочь. Ну ладно, ребятки. Сейчас, вот, ребята. То есть человек извинился, что грязная, но я не думал, что в такой степени. Понимаете, одно дело, там немножко грязи, а другое дело, когда все в копоте. А копоть же черная. Представляете, как она? Да, вон, только чего коснулся уже, да. Ты понимаешь, грязная машина там, ну, в моем понятии есть понятие грязи. Люто. Еще и как всегда, гайки простые стоят. То есть, как всегда, я говорю, вот хорошая гайка, а вот плохая гайка. Ну, то есть, простые гайки. Ну, у него хоть, слава богу, хоть какой-то эффект там. Ну, ладно, что сделаешь-то. Так, вот у меня появился очагок, чистый, чистый островок, чистый. Чистый островочек появился. И одной нету гайки. Винтик одного, видите, нет. Сейчас мы посмотрим эту гайку. Давайте, ребята, сюда. Писец тут. Поняли, да? Вот в таких условиях приходится работать. Вот нового типа пошли эти поплавочки, да, наши поплавочки. Сейчас мы его вскроем, посмотрим. Так, ну, иголку, ребята, сразу проблема, друзья. Вот смотрите, как неправильно, как неправильно наклон язычка давит на иголку. Видите, под каким углом? А должен под 90 градусов. То есть, он как бы заставляет иглу перекашиваться на бок, ребят. Поэтому мы сейчас это все как раз и сделаем. Сначала мы посмотрим иголку, обязательно. Пробуем вытащить, мне кажется. Да, вот, видите. Ее вытаскивали в ту сторону и забивали. А вытаскивать надо, ребят, в эту сторону. Вот, пожалуйста. Вот, вот одни ошибки поменяли. Вот так вот. Так, ладно, восстановили. Смотрим. Иголочку. Выработки нет. Видите, какие руки, ребят, грязные. Ну, игла новая. Замечательно. Так, теперь сейчас. Ну, тем лучше. Смотрим пусковое. Пусковое нормально, ребята. То есть, как я проверяю пусковое? Я нажимаю. Вот на это. И зажимаю пальцем. И отпускаю. Видите? Реакция есть. Реакция есть. Так, ну. Вот, ребят. Поплавок хороший, идеальный. Бензина в нем нет. Бензина тю-тю. Поэтому вставляем на место. Иголочку. Главное. Вот видите. Главное не распрутить иглу в другую сторону. Видите, вот как он должен заходить с этой стороны легко. Легко-легко, ребят. Вперед со спецмолоточек. И вот так вот. Чук-чук. Все. Потом только раз заделан, выпал. И протаскиваешь в легкую сторону. Так, что у нас теперь? Теперь нам надо с вами сделать этот язычок. Как вы понимаете. Для этого мы берем вот канусики специально тоненькие. Чистенькие. И начинаем подгибать. Подгибаем. Вот так. Вот смотрите. Видите, как уже прямо он стоит. Да? Еще давайте сделаем. Вот так. Вот смотрите. Вот он нажимает. Видите, перпендикуляр. То есть он давит его перпендикулярно. Не на бок, а давит именно по оси, ребят. Не в бок, наискось. С перекосом. Вот такая мелочь, но очень-очень-очень важная. Понятно вам. Да, друзья? Ну давайте проверим, как я проверяю еще раз. Сейчас уберу здесь. Кстати говоря, ребят. Тут вот еще интересно. То есть иногда забываю, что где лежало. Взял, все обвел. Ну отвертки-то я уже досконально знаю. То есть теперь, видите, да, ножницы, ножик. То есть вот так вот теперь таким образом будет очень легко видно. Как проверяем с вами. Я беру клизмочку. Нажимаем клизмочку. И отпускаем. Так. Так, братцы. Держит. Видите, ребят? Видите, держит. То есть игла. Ну она игла свеженькая. Слава богу. И хорошая игла. То есть здесь все замечательно. Еще раз давайте покажу вам, как это делается. Значит я нажимаю и отпускаю. Видите? Слышите? Слышите? То есть вакуум держит. Диафрагма держит вакуум. Ну вот, в принципе, осталось только выставить уровень. Сейчас я выставлю уровень. Так, да. Выставляем уровень. То есть берем, вставляем калибр. Видите? Почему язычок-то? Я же поджал его. Теперь надо его увеличить. Зазор. Вот беру и увеличиваю. Я держу. Видите? Уколо пайки. И вот так вот приподнимаю. Смотрим. Сейчас. Вот, друзья. Смотрите сами. Видите? Размер идеально. А, еще надо, ребят. Еще надо. Чуть-чуть. Еще отогнули. И проверяем. Вот, видите, какой зазор, ребят. Все. Перестал задевать. Так, этот теперь зазор. Теперь этот зазор. Вот он, зазор большой. Делаем. Уменьшаем вот этим подгибанием вот этого лепестка. И смотрим опять. Неудобно одному. Хорошо, когда кто-то бы снимал. Ну, ладно. Вот, смотрите. Дальше. Поплавочек. Смотрите, ребят. Поплавочек слегка на бок. Кто-то ставил. Вот. Видите, как поставил поплавочек. Мы его делаем его. Выправляем его. Изгибая. Так. Видите? Уже он ровненько стоит. То есть, вот он. Вот все, что нужно сделать с поплавком. Ну, естественно, я его потрес. Говорит, потрес его, что в нем нет бензина. Качай бензонасос. Давай, 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 давай. Смелей, смелей. Мне нужна полная струя во всю дырку. Давай, 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 давай. Хорош, пошел. Все нормально. Нормально. Ладно. Давайте, ребята. Шланг. Так, это. Так, орлы. Готовы. Нейтраль. Проверено. Стартер. Заводим. Слух. Такой дыры. Такой дырой, блядь. Жутко. Ладно, так что очень внимательно включаем и включаем. Понял, да? Уровень идеальный? Уровень идеальный, да? Закрой. Закрой. С вами был ваш автодуктор Владимир Мишинарев. Здоровья вам и ваша машина. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...